Всем привет, всем здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и наше экстрасенсорно-парфюмерное видео. Сегодня мы поговорим с вами об ароматах на Хэллоуин, но и о Мастере и Маргарите. Бестселлер Михаила Булгакова, который очень много нам рассказывает как о нечистой силе, так и о свете. Ну давайте поговорим о нечистой силе с самого начала. Давайте вспомним персонажей. И я попыталась подобрать ароматы для этих персонажей, но могу вам сказать, что это было не очень просто. Как подобрать ароматы для нечистой силы? Ну и для этого нужно иметь очень большую коллекцию. У меня она большая, но недостаточная для того, чтобы можно было обозревать вообще все ноты, которые могли бы быть причислены к нечистой силе. Невозможно. И потом парфюмеры, конечно, они особо не заморачиваются на эту тему. В основном у них ароматы, которые направлены на то, чтобы соблазнить, чтобы удивить. Но есть и темненькие такие ароматы, темные флаконы, темные ингредиенты. Ну посмотрим, что может получиться. И мне очень нужна ваша помощь. Может быть у вас в коллекции есть какие-то ароматы, которые могут напоминать каких-то персонажей. А может быть другие ароматы, которые могут напоминать в общем то, что будет твориться на этом празднике Хэллоуин. Давайте вместе порассуждаем. Персонажи, которые заявлены в этой книге, это в первую очередь, это, конечно же, Воланд. Да, Воланд. Что же это такое за персонаж? Он сам себя называл черным магом, но мы-то прекрасно понимаем, что речь идет о сатане. Как и его знаменитый бал у сатаны, к которому постепенно нас подводит Михаил Булгаков в своем произведении. Воланд и его свита. Что же у него за свита такая? Естественно, коровьев. Высокий, клетчатый, в клетчатом пиджаке, с треснутым пенсне. Это, конечно, черт. Хотя он заявлен еще и как благородный рыцарь, который когда-то очень неудачно пошутил о боге и о свете. Кот, бегемот, это тоже демон. Как и его друг клетчатый, фагот, коровьев. Они любили выпить, повеселиться, взбаламутить народ. И, естественно, это им пришла в голову идея в знаменитом Варьете устроить такое представление, где в конце концов все было обманом. Есть еще и Азазелло. Азазелло было взято от имени Азазель. Это падший ангел. Азазель нам представляется в виде демона, убийцы. Который, в общем-то, все это проводит достаточно легко. Может убить, из пистолета кого-то застрелить. Ну, в общем, Азазелю причисливают то, что он придумал и принес людям оружие и женщинам макияж. Ну, что ж, вот такие вот персонажи. Гелла. Гелла – это вампирша. С зелеными глазами, с рыжими кудрями. Всегда полуголая, только в каком-то переднике. Есть еще два персонажа. Мастер и Маргарита. Маргарита. Бедные несчастные люди, мастер, писатель, который написал очень интересный и очень грустный роман о Иешуа, о Иисусе. Который пытался сжечь свою рукопись, но Воланд ему эту рукопись обратно отдал и сказал, что рукописи не горят. Маргарита – несчастная женщина, любившая мастера, и пошла за ним, скажем так, на край света. Даже к черту на куличике. Ну, давайте попробуем порассуждать, что же в этих ароматах может быть направлено на нечистую силу. В каких ароматах это может быть проявлено. Что мы можем отнести к нечистой силе? Это, скорее всего, черный перец, это какие-то ноты алкогольные, кофейные, кстати, тоже. Все то, что может касаться каких-то зависимостей. Это должно быть что-то еще и развлекательное, потому что черти, они любят развлекаться, как и в произведении. Вводить людей в заблуждение, в зависимости, отправлять их на другой конец страны, в Ялту, как они отправили, да, Лиходеевым. Так давайте попробуем сейчас причислить какие-то ароматы каким-то из персонажей. Но это непростая задача. Я напомню вам, что мне нужна ваша помощь в этом. Вот, смотрите, у меня есть два аромата, в которых находятся чернила, заявлены чернила. Темные ароматы, непростые. La Ligue Noire и Mortal Skin от Umberto Lucas 777. Вы не смотрите на крышечку, она у меня просто упала и разбилась. Очень жалко, потому что крышки у этих ароматов необыкновенные. Но они оба очень темные, эти ароматы. Здесь есть ладан. А, как говорится, черт бежит от ладана. Да. Так вот, ладан пусть будет в аромате, касающемся живых людей. Потому что все-таки какая-то вера есть. Причем он писал еще и о высоком, писал о Бешуа. Поэтому, скорее всего, эти два аромата могли бы подойти к описанию мастерам. Депрессивный человек. Верит и не верит. Вроде как к богу тянется, но и с чертом тоже знаком. И с сатаной. Поэтому очень два неоднозначных и очень-очень темных аромата. Во всяком случае, я их увидела так. Что касается Маргариты. Маргарита влюбленная женщина, романтическая. Которая в своих записках держала сухую, засушенную розу, которую когда-то ей подарил мастер. И я думаю, что ей очень подошел бы аромат лирика тому аж. Это аромат с темной, черной, засушенной розой. Здесь тоже есть ладан. Но она потом, естественно, отказалась от всех мирских благ. И отправилась тоже за сатаной. И присутствовала как королева на его балу. Очень красивый, темный, томный аромат. И это засушенная роза, которая в течение всего романа где-то иногда нам попадается. Где-то о ней упоминается. Так что я думаю, что ей лирик очень бы подошел. Тоже с темными волосами, красивые женщины уже в возрасте. Это тоже аромат не для молодежи. Что же касается свиты Воланда. Свита у Воланда очень необычная. Я о ней уже рассказала. И вот, например, Гелла. Гелла. Вампирша. Она вампирша. Есть такой бренд, который называется Blood Concept. Или Concept. И у них есть ароматы, связанные с группами крови. Этот аромат называется красный плюс МА. Очень странный аромат, необычный. Напоминает что-то металлическое, как вкус крови. Есть много ягод и красных ягод. Я думаю, этот бренд очень многое нам может рассказать о запахах разного вида крови. Что вампирам только на руку. Поэтому, если вы на Хэллоуин решите нарядиться вампиром, может быть, что-то из этих ароматов вам и подойдет. У меня только один. Я его решила попробовать. Взяла его абсолютно по случаю. Чтобы просто понять, о чем идет речь. Но Гелле это подойдет. Есть еще один аромат, тоже темный. Называется Анубис от бренда Аарон Теренц Хукс. Я думаю, что так он называется. Анубис это вообще бог мертвых. Но так как у нас есть убийца в этой группировке нечистой силы, я думаю, что он хорошо подошел бы Азазелю. Обычно боги мертвых, они находятся под землей, где-то в аду. Он тоже падший ангел. По-другому его зовут. Но мне кажется, что ему подошло бы это. Здесь не заявлен Ладан. В некоторых ароматах здесь Ладана просто нет. Потому что, ну, хоть он и темный, но Ладан, он более такой относится к церкви, что-то такое очищающее. Им это не нужно. Наоборот, они пытаются от этого каким-то образом сбежать и сбежать. Вот. Это для Азазеля, скорее всего. Потом есть еще один темный аромат. Я не знаю, кому его конкретно привязать. Может быть, не знаю, вообще кому-то может подойти. Вроде как называется Уд Дивайн от Роберто Пеге. Такой божественный Уд. Но он такой темный. Я, например, я не могу его носить. У меня там есть немного этого парфюма. Я его взяла по случаю. Там было уже мало, когда я увлекалась Удами. Но он для меня очень темный. И даже к какой-то мере неприятный. Поэтому я бы его отнесла куда-нибудь. Кому-нибудь вот из свиты. Но я пока не поняла, к кому. Коровьев у нас развлекается вместе с котом, вместе с бегемотом. И они организовали этот непотребный театр в Риете. Этот спектакль. У меня есть аромат, который называется Золото от бренда Театр Фрагранс. Театр Фрагранс. Здесь такое золото, которое совершенно не золото. Я не знаю, почему его так назвали. Здесь перец черный. Очень-очень много черного перца. С золотом это никак не связано. Давайте вспомним в Риете. Что там вообще такое вытворяли. Деньги падали с неба. Но потом эти деньги превращались в нарезанную бумагу, в пчел. И вообще то золото, которое обещали, оно совершенно не блестело. Превращалось просто в пыль. Так что я думаю, что Коровьев вот так вот он развлекается, наобещает кучу всего. В общем, как и вся нечистая сила. Черти демные наобещают, а потом не выполняют, скорее всего. Так что вот театр золота, но с черным перцем. Я думаю, это подошло бы Коровьеву. А вот бегемот, бегемот, у меня ассоциируется лаудану неру от Тициана Теренци. Он немножко такой животный. Здесь есть ладан. Но он так обыгран в коньяке, так обыгран другими нотами, что его почти не чувствуется. То есть это как издевательство идёт над ладаном. Мы видим иногда в фильме «Мастер и Маргарита», как чёрный кот-бегемот, он пьёт и водку, и закусывает. Так что здесь что-то такое алкогольное, кофе, он развлекается в разные зависимости. Вот что-то вот такое, связанное с бегемотом. А вот насчёт Воланда, насчёт Воланда, нельзя подобрать аромат в настоящей парфюмерии, которая могла бы подойти сатане. Я думаю, что не придумали такой аромат. Поэтому я думаю, что если я сейчас все эти ароматы смешаю на одном блотере, может быть и получится что-то такое чёрное, совершенно неслаженное, негативное, отталкивающее, где есть и убийство, и кровь, и зависимость, и людское что-то, потому что «Мастер и Маргарита», они, в общем-то, люди, я себе выписала некоторые ноты для этих ароматов, чтобы дать вам что-нибудь больше из того, что я рассказала. Так вот, например, Ору, театр, да, там заявлены чёрный перец и розовый перец, и гвоздика, и шалфей, и бергамот, пачули, кедр, амбра, но слышится только чёрный перец. Здесь я вообще никаких нот не нашла, держат, в секрете, все ингредиенты. «Лаудану нейро», как я уже сказала здесь, и амбра, и полынь, табак и коньяк, дуб, камфора, лавр, ваниль, мускус, ветивер, лабданум, ут, куча всего. В «Энкарнуар», ветивер, дерево, мускус, кипарис. Кипарис, кстати, очень часто сажают как дерево, и его ассоциируют именно с кладбищем. Кипарис, например, масло кипариса, эфирное масло, используется для того, чтобы лучше войти в контакт с миром мёртвых. «Ут дивайн» здесь тоже, что у нас есть. «Кофе», «Ут», «Бабытонка», «Почули», «Ветивер». «Ветивер» очень часто даёт такую земную ноту, как и «Почули», тоже иногда подвальное что-то. В общем, расскажите мне вы, как бы вы ассоциировали с такими непростыми персонажами ваши парфюмерные флаконы. Что у вас есть? Что вы можете посоветовать? Мне было очень тяжело с этой подборкой. Я вытащила всё, что у меня есть, но я поняла, что не хватает. На сегодня всё. Желаю вам хорошего Хэллоуина. Пока.